Всем здравствуйте! Я думаю, что уже многие в курсе, что у нас в Риге закрылось здание Дома Москвы. Но мне стало интересно, куда исчезла библиотека Михаила Задорнова, которая там находилась. Я узнала информацию в интернете, что она спасена. И теперь будет снова работать в самом центре Риги, рядом с языковой школой, где иностранцы изучают разные языки, в том числе и русские. Основатель этой школы – швейцарец, который предоставил просторные, прекрасные помещения библиотеки. Как оказалось, он страстный ценитель русской литературы в частности, сам владеющий четырьмя языками. И он понял, что это библиотека – помощь для его студентов разных стран, изучающих русский язык, и необходима для расширения кругозора и карьерного роста. Эта библиотека открылась 14 марта, и я вчера ездила. И библиотека сейчас находится вот в этом здании, на крыше Барона номер 5, рядом с книжным магазином Янис Розы. Вот с левой стороны нажимаете, вот третий этаж библиотека, кнопочку, и дверь откроется. То заходим. Какой красивый подъезд. Да, на третьем этаже библиотека. Узнаете? Это Михаил Задорнов. В детстве. Здесь несколько комнат для чтений. Приходите, выбирайте книжки. Это Николай Задорнов, отец Михаила Задорнов. Там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я также спросила у нее, сколько стоит взять книжку, почитать. Она сказала, что раньше у них было бесплатно, но сейчас вынуждена брать плату. Но в принципе недорого, 2 евро в месяц это недорого. А детские книжки можно взять бесплатно, почитать. Единственное условие у них, что желательно книжку долго не держать, не дольше двух недель. Она мне рассказала такую информацию, что они сотрудничают с этой языковой школой, с этими иностранными студентами, которые приезжают к нам в Ригу. Единственная проблема у них бывает, у этих студентов им негде жить. И она просила меня, может быть, у меня есть какие-то знакомые, у которых есть свободная, например, комната в квартире. И могут принять этих студентов у себя. Но это не бесплатно. За определенную сумму они готовы платить. Там по поводу суммы можно у них узнать. Единственное условие, что в этой комнате должно быть чисто. И с утра приготовить завтрак этому студенту. Но если у вас в одной комнате есть 2 спальных места, то есть можно заселить двоих студентов, тогда плата, естественно, будет больше. Но я думаю, что это больше всего подходит для одиноких пенсионеров. Так что, если есть желающие помочь студентам, вы можете прийти в эту библиотеку, заполнить анкету. Можно и на русском языке. И сделайте доброе дело. Иду по улице Элизабетес, любуюсь зданиями шикарными. И думаю, где бы выпить чашечку кофе. И увидела издалека уже такую красоту. Посмотрите, уже на улице выставили столики. И думаю, зайду-ка я в это кафе и выпью здесь кофе. Еще ни разу здесь не была. Здесь и кафе, и цветочный магазин два в одном. Музыка. 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 Может, интересный адрес Elisabeth S35. Находится это замечательное кафе. Помните, когда я гуляла по городу с гидом Александром, мы проходили мимо Этномузей Мир Шляп. Я еще думала, вот надо будет как-нибудь зайти вам показать. Так, тут помещение сдается. Музель закрыта. А, это не здесь, не здесь. Извиняюсь, нужно зайти в подворотню. Вот стрелочка, да. Это галерея Музей Мир Шляп. Надеюсь, что сегодня открыта. Вот Александр мне советовал, сказал, что очень интересный музей Шляп. Давайте посмотрим с вами. Так, дверь закрыта. Для входа нажмите 12. А куда здесь нажимать? А, вот сюда. Один, два. Двери открылись. Меня впустила женщина. Она сказала, проходите, раздевайтесь, смотрите. У нее сейчас экскурсия. Поэтому она занята. Похоже, когда раньше на рынке делали, на лига, такие с бумаги, шапки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первый раз вижу в подъезде такое большое зеркало. Это жилой дом, я так понимаю, здесь люди живут. А на втором этаже музей. Посмотрела я шляпу, мне очень понравилось. Я даже немножко послушала экскурсовода. Она очень интересно рассказывала историю каждой шляпы. Потом пришли две женщины, начали там в сундуке искать, мерить шляпы. Попросили, чтобы я их сфотографировала. Потом они меня сфотографировали. Ну-ка. Так выглядит музей. Мы с вами заходить сегодня не будем туда. Но вот кто хочет, может приехать посмотреть. Как красиво украсили возле бастионной горки. Такое все яркое, в такую серую погоду. Такая красота настроение поднимает. Вы знали, что за этой кондитерской, вот этот вот домик серенький, это туалет. Рядом с бастионной горкой. И он бесплатный. Там сидит женщина. Убирает все. Все чисто, культурно. Даже руки с мылом можно помыть. Так что у нас еще думают о людях. А я хочу вам кое-что показать. Когда мы с Александром, с гидом проезжали на пятом трамвае мимо этого здания, он мне рассказал. Просто мне неудобно было вам показать. Из трамвая плохо видно было. И он мне рассказал, что в этом здании, знаете, кто живет? В таком сикарном, красивом здании. Оказывается, живет наш маэстро Раймонд Пауз. Раймонд Пауз. Насколько я знаю, что он родился в районе Илгутсэмс. И, по-моему, у него дача есть. Где-то в Саукросты. Напишите, кто точно знает. Захотелось посмотреть, какой там подъезд. Но закрыто. Не пустили меня. Написано, что здесь еще Максласс галерея. А какая подворотня. Шикарная. Я ручку подергала. Тоже там закрыто. Риват Иппашумс. Частная территория. Какой интересный фасад. Здание сбоку. Видите, как будто там были окна. Может быть, они когда-то и были. Просто их потом заделали кирпичом. Жалко, Александр не сказал, на каком этаже живет Раймонд Пауз. Я бы, может быть, к нему в гости зашла. Шучу, конечно. Здесь стоит памятник. Вот в этом киоске продают, смотрите, картошку с разной начинкой. Даже с творогом 7 евро. Интересно, на картинке она большая порция, кажется. А какая она на самом деле. Надо будет как-нибудь, когда я буду голодная, попробовать. Интересно. Там очень громко музыка играет. Латышская. Я помню, меня как-то спрашивали, где в Риге продаются вечерние платья. Какой магазин, сколько выбора вечерних платьев. Я думаю, что вот можно в интернете посмотреть, на сайте. Кому интересно. Видите, и черное вечернее. Разные-разные. Тут, по-моему, даже, видите, внизу еще подвальчики. Много платьев. Зашла в продуктовый магазин, Вадим. И смотрите, что на стенке, на дверях старые-старые спички с надписями. Полезные, вкусные хлопья кукурузные. Кто помнит еще такие спички? Я не знаю, каких они годов. Балабановская экспериментальная фабрика выпускала соусы. Ну, это реклама. Рыбные палочки. Интересно. Я такие не помню. Может, кто-то помнит? Я знаю, у меня зрители много что помнят. Необычно так, конечно, в магазине такое увидеть. Магазин Спар. А, с 1932 года. Что-то погода сейчас совсем испортилась. Пошел дождик. Хорошо, что я взяла с собой зонтик. Думаю, сейчас пойти куда-нибудь пообедать. Хотя я кофем, конфетами аппетит перебила. Ну, время, пора обедать. У нас сейчас идет Великий пост. Так что по этому поводу, я думаю, может быть, сходить в какое-нибудь вегетарианское кафе. Пообедать. Я смотрю, у нас в городе какие-то новые машины появились. Такси. Икс-такси. Что-то я раньше такие не видела. Так, церковь Гертруда. Так, где-то здесь это кафе. На Гертруда с 5. Но это... Нет. Мне пицца не нужна. А, вот, напротив. Нирвана. Да, да. Ну-ка, давайте сойдем. Называется Нирвана. Да, вегетарианское кафе. А здесь рядом тоже такой магазинчик интересный. И на втором этаже тут вот тибетская кухня. На втором этаже кафе. Пошла в это кафе, но там очень маленькое помещение. И все столики заняты. Но там очень маленько. Не развернуться. Что-то мне не очень понравилось. Может быть, сюда зайдем, в тибетскую кухню попробуем. Так, интересно. Я здесь какие-то запахи уже чувствую. Я здесь первый раз. Здесь хоть места побольше. Я здесь. так я что-то взяла сейчас вам покажу что я взяла я не вегетарианка но просто захотелось что-то попробовать и вам показать и вот я взяла чечевичную котлетку с чечевицей салат овощной компот заплатила 660 мне понравилось все было очень вкусно просто необычно было есть таких тарелок металлических но компот я все-таки немножко разве у нас какая здесь лестница крутая так напротив что здесь все такое полезное полезно я думаю чем-то пахнет это пахнут этими палочками а Продолжение следует... Продолжение следует...